привет вселенная это сергей ульянов сегодня 21 сентября 11 11 и м по калифорнийскому времени и сегодняшний сегодня я проснулся как я уверен многие на территории сша с с новостями о мобилизации и единственное что хочется сказать как-то посочувствовать потому что ну нет наверное да нет каких-то слов чтобы выразить свое те чувства которые я испытываю сейчас до попытаясь поставить себя на место тех людей которые сегодня с утра прочитали эту новости которые находятся на территории россии я хотел бы сказать о том что мы как каждый из нас уже вот этих последних 7 месяцев по-своему проживает эту 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 драму и у каждого столько своих историй на этот счет я буквально вчера рассказывал о том как я нашел работу здесь сша и сегодня посмотрел совершенно иными глазами я там у меня было очень много боли очень много разочарования очень много страха много обиды да за какое-то вот отсутствие каких-то ну да когда тебе несколько тяжело и тебе хочется чтобы твоя жизнь стал чуть получше но сегодняшний день конечно заставил меня иначе посмотреть и на свои на результаты и на в целом на ситуацию да и как-то моя сегодняшняя задача этого видео рассказать о том как можно не имея денег уехать из страны потому что наверняка здесь не одними деньгами будет с не одними деньгами ограничиваться будет эта история потому что в свою очередь когда я уезжал из украины до я гражданин беларуси который жил и работал в украине когда началась война и когда в тот день когда я принял для себя решение что я не хочу участвовать никаким образом военных действиях я принял для себя решение уезжать и столкнулся с огромным с огромным количеством негатива в свою свою сторону в первую очередь от родных и и поэтому именно поэтому я скорее всего сейчас записываю это видео до чтобы объяснить что те люди которые хотят не хотят воевать хотят продолжать жить и реализовывать свои собственные мечты они бороться за идеалы тех людей которые которые управляют страной до которые решают что имеют право там давать тебе жизнь или ее забирать для тех кому это прийти для тех кому это неприятно да вот для для всех этих людей я хотел бы записать это видео у меня есть несколько если вы посмотрите на моем канале у меня есть несколько уже других видео об этом где я более подробно рассказываю эту историю что мне говорили родственники как через что я проходил и как по итогу я оказался сейчас в сша где прошу для себя убежище но изначально изначально сша да даже даже ну как бы в самых смелых мечтах могли только присутствовать то что я доеду до сюда это было невероятным удивлением для меня самого и испытанием но сейчас я хочу сказать о том что наверняка это видео буду смотреть все люди у которых помимо какого-то вот этого до раскола внутри семьи до вы за позицию политическую позицию есть еще наверняка какой-то финансовый вопрос потому что не каждый человек можете позволить до уехать переехать на тот момент когда я уезжал из украины и и я еще хочу вот что сказать что я очень хорошо понимаю тех людей которые ждали вот до последнего момента для того чтобы ну вот надеялись на лучшее до тех людей в россии которые там не были согласны с этим всем и до последнего надеялись на лучшее я я прекрасно вас понимаю я сам точно такой же человек я вырос до родился и вырос в беларуси и точно так же по по своим внутренним убеждениям как-то я ну такой был человек немножечко у нас есть беларуси для этого слова померковные да то есть я ну надеялся что меня обойдет что меня не коснется и если бы я не оказался в стране вот в украине в которой началась война я бы никогда не смог наверное никогда бы так и не позволил себе уехать поэтому в каком-то смысле я по не могу вас понять так как вы да сейчас вот дождались уже вот прошло 7 месяцев с начала войны вы до 4 числа будет и вот вы все ждали надеялись на то что все-таки лучшее нас ждет впереди да и как-то это все завершится как как-либо да все-таки есть там не знаю условно какая-то квартира возможно семья возможно карьера да не хочется ее терять не понимаешь как начинать новую жизнь прекрасно я вас прекрасно понимаю может быть не 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 до конца хорошо потому что у каждого своя собственная ситуация и если бы я не оказался в украине в общем то да на территории которая уже была война я бы так и не решился уехать и первое с чем я столкнулся когда рассказал свои своим близким на том момент людям родственникам о том о своих намерениях уехать из украины они мне сказали о том что я предатель чем что непонятно даже для кого да то ли для украины то ли для беларуси то ли для россии то есть для всех для всех я стал предателем в этот момент и это был очень серьезный очень серьезный прессинг эмоциональный и сейчас вот все все вот эти семь месяцев я в голове у меня не укладывалось как так как родные люди могут условно желать тебе смерти как как все родные люди могут желать тебе смерти если ты оставаясь в стране в которой идет война ты по большому счету рискуешь своей жизнью да ведь для того чтобы участвовать в войнах есть люди которые получали специальное образование получали до работают на контрактах да то что быть военным это такая же работа как и работа любого другого любая другая профессия да и участие гражданских лиц в ней может быть обусловлено только их собственным желанием да и я задавал тогда вопрос своим родственникам на тему того что вот если бы твои дети там оказались твой муж оказался вот моей ситуации это вы точно также бы говорила или нет и ответ на этот вопрос остался не нет для меня закрытым да но вот сейчас спустя 7 месяцев я вот мне будет интересно посмотреть я не желаю я желаю не желаю зла желаю чтобы мои там родственники племянники там муж там мои сестры чтобы они все были в безопасности и я обвинять их точно не буду но я хочу обратить внимание на то что время да все расставляет на свои места и сейчас я вот жил 7 месяцев с этим чувством вины перед родственниками сейчас я понимаю что я все сделал правильно но на тот момент у меня правда абсолютно не было денег ни на какие уезды и сейчас я наверное расскажу о том как как мне получилось до выбраться я в первую очередь подумал о том что где у меня есть друзья да куда я куда в какую страну который в которой сейчас будет безопасно находиться куда я могу уехать и бизнес на место где у меня там были друзья и были какие-то была какая-то возможность спросить о помощи это была турция в которой у меня было два знакомых человека я посозвонился с этими людьми написал им сказал что сейчас сейчас еще возможности уехать у меня нет но если она появится смогу ли я у вас провести какое-то время и мне ответили да что я смогу это сделать вот и наверное тут вот роль сыграло то что я не стала молчать когда получил эти получил эти негативные комментарии до своих родственников когда я не стал молчать и выложил их в соцсети для того чтобы понять вообще сошел я с может быть я сошел с ума может быть я может быть мы со мной что-то не в порядке да и благодаря этому я понял во первых что со мной все в порядке а во вторых мне появилась моя подруга которая сказала я я тебе помогу я тебе одолжу денег вот и благодаря этой возможности у меня получилось уехать вот и и здесь какой главный вывод не если родственники вас любят они никогда не будут желать вам зла да если если вас не любят и желают вам зла то возможно вам сейчас нужно повременить да сделать паузу общение и нужно всегда только слушать внутри себя свой внутренний голос в свою систему ценностей потому что только вам жить эту жизнь да и в этот момент вы принимаете решение очень важное да я я уже рассказывал когда-то о том что в мексике я встретил парня который у которого дедушка жил в германии и во время войны эмигрировал из из германии в мексику вот и сейчас вот получается я уже общался с его внуком и или правнуком даже наверное и этот человек даже не знает немецкий язык вот хотя знаешь что там его дедушка прадедушка там был ну то есть гражданином да что там было гдр на тот момент короче я с географии немножечко слабоват в общем история в том что это ваша возможность до создать ваше будущее и надо надо спрашивать о помощи надо спрашивать близких вот как я тут сейчас на днях смотрел интервью с хованским и он абсолютно верно говорит я тоже с этим столкнулся за все свое многомесячное путешествие что ты можешь получить поддержку и помощь там откуда ты ее абсолютно не ожидаешь когда я там ждал ее от родственников и близких людей итоге появились те люди про которых я даже не думал которые которые просто появились в моей жизни и то есть то есть помогли мне осуществить доехать доехать на сегодняшний день до аж до сша до сначала до мексики ну точнее сначала до мексики а уже из мексики в сша да и здесь помогали помогали мне первое время для того чтобы я просто просто встал на ноги чтобы вы понимали в в других странах вы можете все это гуглить есть шелтеры у вас всегда будет сейчас огромное количество разных социальных программ где вы можете найти еду можете найти ночлег можете найти даже какую-то работу а вот и тот же проект ковчег да можно взять там от него оттолкнуться вообще google в помощь да когда я приехал в турцию я лишился работы и я я решил этот момент уезжать в америку попробовать эмигрировать в америку через мексиканскую границу и тут снова мне на помощь пришли пришли люди от которых я просто не вообще даже не думал про них да что они там им будет интересно помочь мне что-то такое я просто сказал о своих мыслях я хочу попробовать начать жизнь с нуля у меня нет работы у меня нет денег у меня нет ничего у меня есть на канале более подробные видео я сейчас не буду пересказывать 10 раз эту историю вы можете посмотреть в плейлисте который я оставлю ниже про мой путь да из от бегущего от войны до сша но здесь важно здесь очень важно мне для вас сказать о том что общество постоянно будет вам навязывать свои нормы будет постоянно навязывать свои мысли свои желания свои комментарии но жить эту жизнь вам да и я вот вообще ни грамма не жалею о том что я сделал так как я решил я просто я думал о том что есть ну как бы да сейчас сейчас вот у меня там да какие-то сложности да я понимаю что находиться в состоянии постоянного раздрая в обществе в государстве в котором ты не уверен это какая-то безответная правда что любовь да ты вроде хочешь лучшего да и стараешься да а к тебе все хуже и хуже и хуже какие-то да созависимые отношения в общем в этой ситуации важно из них выходить и конечно я не буду здесь забывать о том что это точно так же сложно как любое другое дело конечно когда вы уезжаете это вообще не говорит о том что вы сейчас там да встретите себя на там на гавайских островах хотя кто кто знает может быть и так но а просто готовиться к тому что это будет просто не стоит я явно моя цель моего блога максимально подробно и честно рассказывать обо всех сложностях и результатах и и том как я преодолеваю эти сложности здесь рассказывать я надеюсь что получается кого-то вдохновлять а а но да это правда потребуется сила смелость и ну то есть и и огромный огромный огромная сила воли поэтому друзья и единственное что цель моего видео была в том чтобы сказать вам то что вы можете просить помощи закрывать информационные потоки от тех людей которые вас не поддерживают для того чтобы добиваться своих целей а время вы видите сами сейчас меняется постоянно все каждый день все меняется вот но неизменным остается только ваш внутренний стержень да я уверен что он у вас есть я уверен в том что вы можете намного больше чем вы о себе думаете и я это знаю и желаю чтобы ваш путь если вы решили двигаться на пути к своему там по счастливому будущему был проще легче и да безопаснее чем это было у меня вот суть моего блога рассказать вам о своих ошибках о своих победах да многие из тех людей которые да которые меня смотрят решают свои трудности намного быстрее чем это получилось у меня и я очень счастлив этому а я думаю на этом стоит закончить это был такой экстренный выпуск для того чтобы вы не теряли ни минуты времени своего да пока вы пока вы еще можете можете себя спасти всех обнял на связи сергей ульянов пока 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 я